Всем привет! Меня зовут Таня, и вы на моем канале Таня о буднях. В сегодняшнем видео будет влог, и я предлагаю провести этот день вместе с нами. Средний сын у меня остался сегодня дома, не пошел в детский сад, потому что нам нужно будет сейчас с утра уйти с ним на консультацию к логопеду. Мама моя придет, будет сидеть с совушей в это время, а вечером мне еще нужно будет уйти к стоматологу, так что день такой насыщенный на походы какие-то вне дома получается. Но я покажу еще, как накануне готовила. Готовила я на два дня, так что много разных интересных блюд там будет. Кому интересно, обязательно оставайтесь смотреть. Ну а начинаю я свой день с такой обязательной рутинки, двух минутки в ванной комнате. По принципу моем чистое, мне кажется, так поддерживать порядок гораздо проще. Ну и я буду сейчас заканчивать и пойду уже поднимать детей. Макар, просыпайся. Макар, вставай, надо идти зубки чистить. Нет. Чего нет, да? Не хочу. Чего не хочешь? Вставать? В зубки чистить. Вставать. Давай, надо полежать немножко и вставать зубки чистить. Пойдем в ванную. Сейчас расскажу тебе, как правильный слуха. Пап, я пошел в ванную. Пойдем. Что, тебя Мишка позвал в зубки чистить? Мама. Иди. Сава, беги тоже в зубки чистить. Вот такой новый помощник у меня появился, практически член семьи. И порой дети слушают его лучше даже, чем меня. Управлять им очень просто, с помощью удобного приложения. Итак, приступаем к чистке зубов. А чтобы было веселей, я расскажу тебе стишок про одного волка. Вот про кого. А ты слушай, и чисти зубки все-все, и снизу, и сверху. Пусть щеточка твоя с каждым зубиком поздоровается. Вот, все, я уже начинал. И проконтролировал он, чтобы все-все-все зубки ребенок почистил, чтобы пасту на место положил, напомнил ему. И, конечно же, похвалил в конце за то, что тот внимательно слушал и выполнял все задания. Кто же, а кто-то позаботился. Давай скорее ее за праздное одеялко расправим на подушечку. Чтобы было чисто и аккуратно. Как вы поняли, функций у медведя очень много. Цыпленка. Пора зарядку делать. Вот, чувствую, что пора. Давай, Лёк. Ты сейчас будешь цыпленком. Цыпленком. Чеку. 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 просто на несколько лет он будет расти вместе с ребенком, потому что благодаря удобному приложению, которое постоянно обновляется, Мишка знает, какое, например, сейчас время года или когда поздравить ребенка с днем рождения или другими праздниками. А еще в нем очень много сказок, разных загадок, заданий различных и познавательных в том числе. Он будет учить вместе с ребенком алфавит, цифры. И вы знаете, самое приятное, что его разработали в России. Еще очень удобно, что не нужны Мишки батарейки, он заряжается от сети. В общем, кого заинтересовала такая игрушка, я обязательно оставлю вам ссылочку в инфобоксе. Переходите и заказывайте. Ну и игры играми, а домашние дела никто не отменял. И стирка у меня почти каждый день. Сегодня это совушкиная одежда. Храню я ее и стираю отдельно. Хранится в такой коробке, а стирается отдельно от взрослой. Ну, он тут, конечно, помогает мне, но чего-то он в этот день был такой немножечко капризнее, чем обычно. Но я сейчас загружу стирку, и мы пойдем с Макаром уже уходить. Мама должна прийти тут, и будет у нас с совушкой сидеть. Сходили мы с Макаром к логопеду, идем домой. Такой парк у нас тут у дома. Вода уже начинает замерзать, холодает потихонечку. Утки у нас тут круглый год. Вода замерзнет, а они все равно будут тут ходить. Аккуратно, да, Макар. Не бегай возле собаки. Такой парк на площадке на этой миссовуши. Тут обычно гуляем на детской. А здесь вот за зданием, вот там видно, это новый бассейн у нас построили. Я летом начинала ходить, но потом подготовка к учебному году как-то забросила. Надо снова начинать. А здесь у нас стадион реконструируют. Вот эти трибуны новые выстроили. А вот это флок. Там занятия, секции тоже разные проходят. Так-то очень удобно. Тут все рядом с домом. Ну и мамочки с колясками в основном гуляют. Ну и как обещала, показываю готовку. Это снимала я накануне, потому что в этот день некогда было столько готовить. И начинаю я опять с сырников. Любим мы, в общем, творог и выпечку любую из них. И все у меня хорошо едят. И на завтрак, и на полдник. И в прошлый раз мне посоветовали с манкой сделать сырники. Ну вот, то есть к творогу добавить манку, а обваливать потом в рисовой муке. И именно так я и сделала в этот раз. Но вот у меня на две пачки творога по 220 грамм одно яйцо. И мне показалось, что масса немножечко жидковатая получилась. Ну, я оставила манку набухать. А сама перехожу к супу. Буду сегодня готовить суп-пюре. И порезала я сельдерей корневой. Такой он немножечко темненький. Но это просто там пятнышки так. Ничего страшного. И тыква у меня замороженная. Целый пакетик бросаю в кастрюльку. Воды немного туда налила. Добавлю пару небольших картошинок. Все оставлю вариться. А лук с морковкой крупно порежу. И сначала обжарю на сливочном масле. А только потом уже добавлю в кастрюлю туда к овощам. Ну, и к супу пюре обязательно гренки делаю, сухарики. Целый батон у меня здесь был. Нарезаю на кусочки, на квадратики, прямоугольники. И добавляю любимые специи. У меня это соль адыгейская, паприка копченая и масло оливковое. Все как следует перемешаю. И в духовку запекаться. Ну, буквально ненадолго. По мере готовности уже проверяю просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Сухарики у меня в духовке. Овощи, лук с морковкой отправила к остальным овощам в суп. И оставила там еще повариться немножечко. А сама перешла к сырникам. И, как уже сказала, немножечко они такие мягковатые у меня получились. В следующий раз попробую писали мне тоже рисовую муку прямо к творогу добавлять. Ну, туда в творожную массу. В принципе, конечно, вкусно все получилось. Но так по ощущениям как-то не очень мне, когда я жарила. И нужно мне было приготовить что-то мясное на ужин. Сегодня это филе куриное. И разрезаю его сначала вдоль, а потом нарезаю такими тоненькими длинными полосочками. И буду мариновать. Сразу готовить не буду. Так что сейчас замариную и оставлю на некоторое время, пока буду заниматься дальше супом. Для маринования мне нужен имбирь молотый, чеснок, черный перец и оливковое масло. Я здесь еще на видео добавлю соль адыгейскую, но не повторяйте моих ошибок. Этого делать не нужно. Почему? Расскажу после. Овощи у меня сварились. Солю и немножечко пробиваю блендером. Потом добавлю пакеты сливок. Вот такая небольшая кастрюлька и где-то пол-литра сливок у меня на нее уходит. И все снова еще со сливками потом пробью как следует. И на этом суп готов. Ну и на десерт захотелось чего-то сладенького. И вот такой рецепт увидела накануне на канале у Даши, на канале «Мама может». И просто не смогла пройти мимо. Думаю, слоеное тесто я люблю, бананы люблю, шоколад и орехи тоже. Ну а все вместе это просто умопомрачительно мне показалось. Очень вкусно. Все делается просто и быстро. Ингредиенты я перечислила. Весь процесс на видео. Так вот. Поехали. Слойки выпекаются в духовке, курица у меня уже промариновалась, ставлю ее на средний огонь, буду обжаривать и мне нужно приготовить соус. Для этого беру крахмал, в чашу у меня там уже вода, еще добавляю мед и соевый соус, точные ингредиенты, количество напишу в описании под видео. Все смешиваю и хорошо обжаренную курицу потом все это выливаю и тушу на среднем огне. Вот столько у меня сегодня получилось всего приготовить, и первое, и второе, и сладкое, и наполдник. Супик уже остывает, подача сырников тут уже видна, а остальные блюда покажу, как я подала. На ужин я отварила рис на гарнир, выкладываю его вниз на тарелку, а сверху уже добавляю курочку с соусом и посыплю все кунжутом. Курица эта получается очень вкусная, готовила я так в первый раз, но вот за счет соевого соуса получается соленая, так что солить не нужно. Рецепт этот обязательно себе в копилку забираю, буду готовить часто. Супик просто с гренками и тоже посыпаю сверху кунжутом для красоты. Ну и покажу слойки внутри. Для любителей сладкого это, конечно, полный восторг. Ну и возвращаемся в текущий день, буду сейчас подстригать Макара, совушу уложила спать, и в этот день еще племянница моя сидела у нас тут после школы, так что они вместе с Макаркой медведя не выпускали из рук. Вы знаете, я изначально думала, что игрушка это будет, ну, совуше больше интересно, а вот эти вот одна школьница, другой дошкольник, действительно полдня с ним возились, уже там все поняли, все освоили, выбрали какие-то любимые свои сказки, некоторые выучили наизусть, и прямо пока я подстригала, все сидели и слушали, что там медведь им рассказывает, какие загадки задает. Очень здорово, думаю, даже вот таким большим детям это актуально. Ну и решила я подстричь Макара, спросите, наверное, зачем, почему не отвезти ребенка в парикмахерскую, как-то я весной показывала тоже, что его подстригала между этими стрижками, он стригся в парикмахерской, а здесь что-то, ну, в общем, видно, что парень оброс, и уже давно пора, ну, как-то все, руки не доходили его записать, и вообще у меня этим муж заведует, он ходит, стрижется, и мальчишек тоже записывает, и вот что-то все у него тоже не получалось, все некогда, то забывал, и я решила, что он сегодня дома, я тоже. Машинка у нас для подстрижки есть, так что ничего уж криво-косо, как умею, да, я вообще ни разу не профессионал, мама у меня хорошо стрижет, показывала мне на старшем сыне, я река стригла, ну, у того вообще волос очень много, его прям сложно стричь, он тоже оброс, но я не возьмусь за него. А у Макарки, хоть тут и длинные совсем отросли, тоже было непросто, но, в принципе, у него так волосы немножечко потоньше, его попроще. Ну, никаких я, конечно, тут сверхъестественных стрижек не делаю, сверху сняла длинные волосы, всю длину убрала просто насадкой, которая там 18, по-моему, а по бокам уже тут буду стричь, как бы, начиная с самого низу, сначала так плавными переходами, то есть все меньше и меньше насадку делаю, сначала 16, потом чуть пониже 14, я уж не помню, какие там еще цифры, но так, чтобы к низу там практически 9 или 6, сколько-то там, совсем немножко получится. Ну, он тут уже к концу стрижки начал сидеть и ерзать, потому что все ему стало колоться, я каждый раз думаю, наверное, нужно купить какую-то накидку на плечи, но так получается, что стригу его от случая к случаю и, в общем, все как-то не покупаю. Не знаю уж, напишите, наверное, мне опять, что Грила постригла как-то, но в целом потом вроде посмотрела, так ничего получилось, он тут на бочок зачесывает, да, и сейчас холодный сезон, в шапках все ходим, так что думаю, ничего отрастет, все нормально будет. И к вечеру разбираю уже вещи из сушильной машины, Сава тут опять придет мне на помощь, посажу его сверху, так он хотя бы никуда не убегает и не забирается, сидит ножками болтает. И сейчас монтирую видео и поняла, что у меня тут немножко нестыковка хронологическая получается, это видео было снято раньше, а выйдет позже. Наверное, кто смотрит моего каждое видео, накануне видели, что я разбирала там всю одежду Савушкину и там как раз были вот эти комбинезончики все, часть футболочек, штанишек, которые стали ему малы. Я это все убрала, там большую коробку, но потом уже распределила там, что кому отдать, раздать. А здесь я снова достаю получается этой сушильной машины. Ну, в общем, это было накануне того видео, я там говорила, что я всю его одежду как раз перестирала, чтобы так уж объективно быть. Так что, надеюсь, простите меня за такие нестыковки. Знаю, что многие внимательно смотрят и увидели бы этот момент. И сегодняшнюю еду я не показывала, потому что я готовила накануне и, в принципе, ничего сегодня не готовила. И сейчас я буду убегать, записанная я к стоматологу, приду уже попозднее вечером, там будем готовиться ко сну и уже эти моменты только покажу. Покажу, какие нам книжки сейчас пришли новые. Вот такая вот новинка, что такое буллинг. Если честно, сама еще не смотрела, не читала. Но, я так понимаю, там все через сказки и понятным детям языком. Так что посмотрю. Сама, наверное, почитаю, а потом уже с детьми посмотрим. Так, и еще. В прошлый раз заказывали книжку про роботов большую. И вот этой вот не было в наличии. Очень я ее хотела. Уверена, что Макару мне понравится. Любят. Эта серия «Найди и покажи». Вот такого плана. Тут даны разные задания, что нужно найти, искать. В такой просто куча картинок, маленьких деталей, тонкостей каких-то очень интересных. Но не первая такая книжка. У моих очень нравятся им такие загадки разгадывать. Выбрала еще вот такую книжку. «Пинг-викинги». Это, по-моему, из новинок у издательства «Росман». Почитала я описание. Захватывающий такой сюжет как раз для детей. И, ну, красивые иллюстрации. Так что будем сейчас читать с Макаром именно ее. Ну и в преддверии праздников выбрала я два «Вимельбуха». Вообще люблю очень «Вимельбухи». Ну и вот из серии «Найди и покажи». И здесь такого же плана книжки. Они очень большого формата. Вот моя рука. Вот такие они. Плотный картон. Замечательные картинки. Очень яркие. Такие прям прорисованные детали. Очень интересно. Ну, я взяла такие зимние и новогодние тематики. Так что будем рассматривать. Мне кажется, уже с Савой тоже это должно быть интересно. Тут еще и текст есть небольшой. Так, чтобы заинтересовать детей. Посмотрите, какая красота. Да, вообще. Всего да. И вторая книжка вот такая с Новым годом. Тут картинки такие более нарисованные, что ли. Более комичные, я бы сказала. Но для детей, мне кажется, это тоже плюс. Они такие любят. Знаете, на мультики похоже. Ну, и многие мне в прошлом видео, когда я показала книжки, советовали. У Сачева я там показывала про собачку Соню книжку. И мне многие написали взять именно Дед Морозовку. Мы с Макаром в прошлом году зимой читали. Я брала в библиотеке некоторые рассказы маленькие. И очень мне хотелось вот такой большой сборник. Вот. И он наконец-то появился в наличии. Я его выбрала. Тут шесть историй. Замечательные тоже картинки. Но, в принципе, тут не нуждается в представлении эта книжка. Я думаю, нам тут на весь декабрь, даже январь, хватит. Как раз такая новогодняя. Ну, и как я уже сказала, начали мы читать с Макаром книжку «Пингвикинги». И, вы знаете, действительно классный, такой очень живой, насыщенный сюжет. Быстро меняются там всевозможные картинки, персонажи, события. И, что самое интересное, с юмором. Конечно, детям это тоже нравится. Ну, и взрослым тоже читать так гораздо интереснее. Все эти книжки от издательства «Росман». Кого заинтересует, ссылку я оставлю на их сайт в описании, в инфобоксе. Так что обязательно заглядывайте. Ну, и хочу сказать, что раньше я все время укладывала совушу, и в это время старшие укладывали спать. Муж помогал им, там, когда тут в ванной, и все уже в кровать ложиться, усыпать. А до чтения книг мною не доходило, ну, потому что я с Савеля укладывала. А сейчас Сава подрос, и папа его начал тут в последнее время укладывать спать. Так что у меня есть возможность еще среднему сыну почитать книжку на ночь. Ну, старшему, конечно, уже не читаем. Ну, вот, с Макаром это все еще актуально. Не хочется пока забрасывать эту традицию. Мне кажется, что-то такое-то волшебное в этом есть. Такой прямо ритуал перед сном. Ну, и я на этом с вами буду прощаться. Большое спасибо, что провели этот день с нами. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в новых видео. Всем до встречи, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok